Я король мира! Как красиво! И вот когда на такое смотришь, фантазируешь о будущем, о том, когда крупные компании, такие как Apple, Google, начнут оцифровывать с помощью фотограмметрии весь мир или хотя бы крупные города и моделировать, соответственно, все это дело в их приложениях. И ты как будто огромная птица. Именно чувствуется масштаб своего тела. Ты не просто как будто в иллюминатор смотришь в самолет, а как будто ты просто гигантская птица. А это крошечная планета. Выглядит именно так, как панорама. То есть ты, по сути, ощущаешь себя в комнате. Все стены оклеены некой фотографией. Ну и эта комната шарообразная. То есть какого-то суперпогружения вы не ощутите, потому что когда мы перемещаемся вот так вот, непосредственно на картах мы остаемся на месте. И изображение следует за нашей головой. То есть три степени свободы здесь. Только если я буду стоять на месте и поворачивать свою голову, я могу осмотреть все эти места, но двигаться в пространстве я не могу. Потому что это изображение. Сплошное изображение с 360 камер. В этом и недостаток. Смотрит на меня презрительно. Похоже, он считает, что мне здесь не место. Может быть, потому что я в военной форме. Мирные жители не хотят войны. Смотрите на этот дом. Это как будто барби-хаус, так сказать. Вот это краски, конечно. Таких, наверное, в наших русских городах не увидишь. Все на меня пялиться. Точнее, на гугл-человека, который здесь ходит. А здесь уже будет гугл-мобиль. Да, и совершенно другой тайминг. Да, но просторы здесь, конечно, красивые. Как посмотреть, где я нахожусь? Канарские острова. На Канарских островах мы находимся. Здесь провести отпуск. Мне кажется, отличная идея. Ну-ка, давайте сдвинемся вон туда. Ну, выбор, конечно, в цвете домов. Интересный. Выглядит как из мультфильма. Какие-то пряничные домики и что-то вроде того. Я не могу сказать, что мне это нравится. Как будто это какой-то детский действительно регион. И для съемок чего-либо. Но виды здесь, конечно, потрясающие открываются. Боюсь, представьте, сколько здесь насекомых. Всегда, конечно, здорово посмотреть на такие замечательные места. На каких-то островах и так далее. Но когда вспоминаешь о том, сколько там насекомых всевозможных. И что желательно прививаться и готовиться к климату. Резкому изменению климата. Климатизация. Не все так гладко. Конечно, одно дело смотреть на красоты. Другое дело там находиться. И все это переживать. В отеле огромные пауки или скорпионы. Это обычное дело. Или, может, змея в туалете. Или крокодил, я видел. Ну, может, залезть просто в отель. Ой, вот это вот российские дороги уже. Даже, смотрите, на островах, на Канарских островах встречаются наши российские дороги. Сразу видно. У кого учились, так сказать. О, вот-вот-вот, точно узнаю. Два люка посреди дороги. Вот это... Вот это мне напоминает о родных краях. Еще один люк через пять метров. Гараж. Да, ну цвета, выбор цветов, конечно, у них интересный. И посмотрите, какой контраст. Здесь такой симпатичный домик. Я не знаю, что это. Это как будто тюрьма какая-то. И здесь колючая проволока, огромный забор. Ну-ка, голову машину туда не пустили. По всей видимости, нет. Да, она даже быстро проехала здесь. Не знаю, что это за место. Вряд ли, конечно, тюрьма. Судя по всему, это какая-то частная территория. Здесь уже все поро разваленное. В таких вот улочках тоже довольно атмосферно побывать. Это что? А, это зеркало гигантское. Как будто все покрасили только... Только что. Хотя, вон, если на черепицу посмотреть, посмотреть на крышу, она не в самом-то лучшем состоянии. Наверное, как раз-то из-за погодных условий. Пальма симпатичная. Да, вот, если вот так смотреть, кажется, что я где-то во Вьетнаме. Или в Таиланде. Где-то на окраине. О, какой водоемчик. Слэш-бассейн. С болотной водичкой. Вонючий. И опять посмотрите на выбор цветов. Это действительно что-то с чем-то. Такую Тойоту можно везде вообще встретить абсолютно. Особенно в каких-то местах. В горячих точках. С пулеметами сзади. О. Блин, а приблизить нельзя. Это какие-то интересные автомобили, смотрите. Хранятся, возможно, здесь они очень долго. Какие-то раритеты. Что-то на уровне советских авто. По-моему, системный блок, смотрите, валяется. Просто кто-то выкинул компьютер. Не знаю, кто здесь в этом месте вообще пользовался компьютером. Но это похоже на системный блок. Очень сильно. Давайте попробуем поближе. Да, это явно системный блок. Видимо, это как местная свалка место. Я подумал, кто-то из окна выкинул просто компьютер. Но это, видимо, свалочка. О, еще одна Тойота такая же. Замечательно. Причем с такой же вроде расцветкой, раскраской. Или похожей с наклейкой. Жалко, опять же, что мы увидим весь оцифрованный мир еще не скоро. Но я думаю, что и такие края, и такие страны, как Афганистан, тоже будут оцифрованы. Главное, корпорациям забашлять нормально. Я думаю, тут проблем не будет. Конечно, в храмы внутрь пускать не будут. Но, тем не менее, какие-то основные улицы. Уж тем более развалины и так далее. Я думаю, позволят оцифровать. Уж не знаю, как это будет все происходить. Но, насколько мне известно, как минимум, компания Apple уже над этим работает. Как раз это планы к развитию, в том числе и для дополненной реальности. Так, ну вот эти замечательные острова. Если что, мы посетили. Вот тут крошечные улочки. А теперь посмотрите на масштаб всего этого острова. Было бы классно, конечно, иметь игру, где можно покататься на автомобиле. Как Microsoft Flight Simulator, только на автомобиле. Кататься вообще где угодно, причем с рабочим трафиком. И чтобы была возможность вылезти из машины, ну или хотя бы включить камеру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok